Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все нормально, все нормально Субтитры сделал DimaTorzok 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 который прилетел точное попадание это случайно кто его знает ну до того как начали открыл буквально три часа в речи за летал беспилотник полностью все позиции снимал фотографировал случайности но на войне случайно не бывает я вас бачу что у вас есть что есть в принципе это вам волонтеры все возят конечно а какая-то армия ничего не работает армия дает то что государство вписывает крупы что положено привозят привозят до вас доезжают но на какую-то ротацию вас не отправляют никакой ротации нет и быть не нужно там наоборот сейчас увеличивает штат батальона здесь будут водить и артиллерию и зенитчиков и так далее и бронетехника хоть что-то и бронетехнику вам поджинуть ну по крайней мере обещают когда это все будет а сколько вы уже без бронетехники тут с 15 мая как только заехали в зону а то вот как эта борода выросла это с первого дня в а то а техники когда технику разбили то сколько вы без техники технику разбили у ребят которые с нами стоят то есть один танк который ездит но он не стреляет это единственное что с техники а сама с рабочей так вот уазик на котором мы вас встречали тоже волонтеры купили нам это не армейский уазик это лично подарок мне волонтерам парковский вот так и живем слишком долго это все тянется вот буквально когда прорывали центр луганской области это криминная рубежная северодонецк лисичанск все эти города отработали за это старая краснянка зачистили за пять дней и с этого момента уже прошло месяц за пять дней не защищается как недели две надо было чтобы все посадки все вот это прочистить потому что по-любому это все осталось и вот оно сейчас вылазит и вот вчера тому время да буквально вчера поднял здором луганске был прорыв вот эта позиция чем важна самый короткий путь с россии на подвес луганске оттуда же соответственно мы уже проезжали колонны 150 техники насчитывали вот прорывали да вот буквально вот сразу в пяти километрах от нас пограничники стоят уже так само в блиндажах живут то есть принцип работы они накрывают артиллерийским огнем пограничников вот потом соответственно сразу нас и прорывается колонну там конечно встречаем обрабатывание положено но те кто думает что россия не задействована ребят вы очень сильно ошибаетесь если бы россия здесь не была замешана здесь уже давно бы эти бунты подавили жили в мирной украине а вы тут сепаратистов встречали но прорывали все село пожалуйста там село вот село вот село все они ходят улыбаются но ночью оттуда стрельба они помогают вам в местах доносово? нет конечно никто тут на кордоне? кроме волонтеров да ну то есть сами вот с пограничниками начали сотрудничать то есть какую-то взаимосвязь поддерживаем то есть помогаем в армии взаимосвязи у вас с погранцами помогаем да друг друга не было связи ничего сами все строим их лукят настроим а мы не знаем что с ними как так вот сами поехали сами начали с ними какое-то сотрудничество так же волонтерам он александр заказал рации чтобы мы могли с ними связаться мы им свою рацию отвезли но она кто достает и плюс глушат во время отстрела даже рации которые внутри лазеря маленькие буквально от блиндажа там расстояние 15-20 метров связаться невозможно то есть кто-то врезается в волну то есть слышим мы уже знаем некоторые позорные там с россией там русские маэстро вот те которые наводят на нас артиллерийский огонь отдают приказы для обстрела и так далее а между собой связаться не может ему глушат ну постоянно беспилотники летают перед тем как начинает бомбить прилетает за полчаса где-то беспилотник фотографируется снимает и через буквально 25-30 минут стабильно начинается артобстрел вот и буквально тоже третью ночь по границе по нулю по нулевой отменке только со стороны украины уже летают две вертолеты это ми-8 по полной боевой второй вертолет я не не авиационный человек да не заканчиваю да конечно российский пограничники определили то есть с флагами россии вертолеты полная боевая два боевых вертолета вот такие вот дела ясно а что вам треба тут чего вам не вистачае значит три танка записывайте девять артиллерий да ну не так в принципе волонтеры помогают абсолютно всем воду привозят продукты привозят форму берцы в принципе все что вам не видите кроме этой рации это все волонтеры привозят ребята духом не падают поэтому все будет у нас хорошо будем жить в мире и он под ногами тоже вот осколки у вас а это да это подарки от владимира путина дай бог тебе здоровья сдохнуть вот луганск вот россия победа тоже где-то там а армия европы я защищаю а подожди лежишь интересно дай попозировать 0 0 злится злится чужие иди ко мне иди маленький девка ну пойдем 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 пошли иди собака иди собака иди собака куда же мне надо а куда мне умная красивая а иди вон смотри видишь поля вот оттуда они заезжают комбайнами и нас и нас косят комбайнами да у них комбайны такие грады сау и нас косят и кто глубже зарылся тут и выжил поездки что вы думаете про кернеса думаете про кого про кернеса гепа скажите маста вас не будет мы вернемся о ну летучая мышь это ну разведка я служил в разведке я с вот этой штукой до вовка пойду кофе попить а так по телевидению ему и скажете я ее буду за его столом угощать спасибо это позволит украинской армии значительно обеспечитись от вооруженных атаков выше левый берег наше земля и мы на ней будем стоять или состояние естественно а то и а а а а а в а а в а а а в а в и все